Пап, а ты домашку сделал? Не только дети готовятся к учебе. Те, кто уже в IT или только знакомятся с технологиями, учатся в Яндекс.Практикуме, чтобы сменить профессию или вырасти в карьере. С поддержкой экспертов и других студентов. Яндекс.Практикум. Ваша новая учебная жизнь. Глава первая, в которой случается что-то ненормальное. Вы помните тот день? Конечно, помню. Как это забыть? 7 августа 2027 года. Как будто вчера было. Сын ко мне подбегает, глаза вот такие, по 5 рублей. Кричит. Пап, пап, выйди во двор, посмотри на небо. Ну, я выхожу, значит, поднимаю голову и вижу это. Ну, сами знаете что. Я сначала подумал розыгрыш какой-то. Говорю, ох ты, а что это такое? А как это так? А сам читаю, что там написано изнутри. Обжигает холодом. Как будто бы всегда знал, что это правда. Понимаете? Что так однажды и будет, будто какой-то страшный сон сбылся. Ну, я сразу в телефон, новости, а там все завалено фотографиями этой хреновины. Она везде появилась одновременно. И самое жуткое, всегда обращена к тебе и всегда одного и того же размера, будто приклеена к глазам. Никто ничего не понимает. Правительство обвиняет друг друга в провокации. Кто-то про знамения судного дня пишет, кто-то про инопланетян, старичок Маск, твитами спамит. И экстренно созывается чрезвычайная научная комиссия. Что-то лепечет про аномальное атмосферное явление. Приходят все новые и новые сообщения о повсеместных беспорядках, мародерствах, голых вечеренках. Я же смотрю на эту хреновину. И так страшно-страшно стало. Будто я и мой маленький Миша сейчас исчезнем. Будто раз и ничего не станет. Зажмурился, думаю, вот сейчас, сейчас. Потом открываю глаза и вроде ничего, все на своих местах. И баннер тоже висит, где я висел. Внимание! Исчез он только к вечеру. Так же внезапно, как появился. Блять, ебаный, что это? Меня зовут Авраам Линкольн. Почему именно Авраам Линкольн? Не знаю. Но этот Авраам смелый парень. Я бы на его месте, наверное, поступил бы так же. Я ведущий специалист по разработке виртуальных миров. Все-таки лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Знаете, все сложнее. В отличие от коллег, я считаю, что вы имеете право знать это. Ведь самое удивительное произошло даже не в этот день. Самое странное началось потом. Глава вторая, в которой вас убеждают, что вы нереальны, и предлагают два стула. Здравствуйте. Меня зовут Денис. И в этом видео я дам ответ на вопрос, живем ли мы в компьютерной симуляции или в настоящем мире. Короткий ответ. Буквально из трех букв. И нет. Это не нет. На создание этого видео меня вдохновил вопрос одной из наших подписчиц на Boosty. На Boosty, если вы не в курсе, у нас есть такая периодическая рубрика, в рамках которой подписчик задает мне вопрос, а я по этому вопросу снимаю полноценный видеоответ. Я выхожу на связь, чтобы отвечать на ваши вопросики. А еще у нас на Boosty есть подкасты, фоточки Чуни. Что еще есть? А, закрытый тайный чатик для спонсоров. В общем, все радости жизни. Ссылочки на Boosty и на его аналог Patreon будут в описании к видео. Подписывайтесь. А? Что сделать? Благодарен. Буду благодарен за вашу поддержку. Подписчица, Олеся, так и спросила меня. Денис, как вы думаете, мы живем в симуляции или в живом мире? Так сказать, in vivo или in machina? Для тех, кто не в курсе, есть такая гипотеза симуляции, которая предполагает, что мы живем в виртуальной реальности, наподобие компьютерной игры. И, возможно, мы не так уж и реальны, как привыкли о себе думать. На первый взгляд, конечно, эта идея кажется обострением шизофрении. Но это если не задумываться. А вот если вникнуть, то уже становится как-то не по себе. И когда я начал разгонять ответ на этот вопрос, живем ли мы в симуляции или в живом мире, я вдруг понял, что на самом деле ответ нам давно известен. И самое главное, он лежал все время на самом видном месте. До меня вот дошло только что. И у меня получилось это видео. Грустное, но чертовски нужное мне. Которое на самом деле даже и не про симуляцию вовсе, а про страх, любовь и смерть. А еще про невыносимую легкость бытия. Но сначала про симуляцию. Беспокойство по поводу реальности нашего мира далеко не безосновательно. Это вопрос, который не дает спать по ночам многим ученым, научным популяризаторам, общественным деятелям и мыслителям современности. И это, в свою очередь, конечно, поднимает вопрос. А может мы сами внутри такой симуляции, на каком-нибудь компьютере, созданном некой гораздо-гораздо более продвинутой цивилизацией? Эта вселенная может быть создана неким сверхразумом из другой вселенной. Я всерьез рассматриваю возможность, что мир, в котором мы живем, на самом деле – симуляция. Шанс на то, что мы не в симуляции, а один на миллиарды. Не, ну а че я такого сказал? Наверное, самый невыспавшийся из них – это вот этот вот парень. Ник Бостром. Философ из области искусственного интеллекта и биоэтики. Именно он сформулировал знаменитое доказательство симуляции, которое, на самом деле, конечно, никакое не доказательство, а просто аргумент. Но доказательство, конечно, звучит как-то поэпичнее. Вы, ребята, все прошаренные, должно быть, не раз уже слышали этот аргумент. Но прежде чем мы с вами начнем по-настоящему серьезный разговор, все-таки следует освежить основы. Поэтому, коротенечко, аргумент симуляции. Чтобы старина Бостром смог вас убедить, что мы с вами почти наверняка живем в виртуальном мире, вам достаточно принять всего одно допущение. Что подобные продвинутые симуляции, населенные сознательными агентами, в принципе, возможны. И это допущение не требует особого прыжка веры. Но вот посмотрите, какие игры мы делали в 1994 году. Вот такие в 2004. А вот такие делаем сейчас. Ну или вернее собираемся. Всего пара десятков лет разницы, а какой прогресс. А теперь представьте, что нас ждет еще через 20 лет. А через 100? А через 1000? Когда мы уже, возможно, шагнем в эру постгуманизма. Это сейчас мы оперируем каким-то мизером энергии. А когда подключимся к солнцу или вообще к черной дыре, то на что будут походить наши симпсы? Возможно, мы будем симулировать вселенные, подобные наши, чисто в рамках лабораторной работы в начальной школе. Вот обидно, если за свои старания наш создатель получил двойку. Да и не обязательно даже симулировать всю вселенную. Можно сэкономить ресурсы и отрендерить эти причудливые звездочки ровно настолько подробно, насколько местная публика способна разглядеть их. Да и кто вам сказал, что Луна существует, когда на нее никто не смотрит? Но подождите, ведь помимо неодушевленных декораций, вроде Луны, должны же еще быть и те, кто будут ей любоваться. Субъекты сознания, наподобие нас с вами. Сознание, вообще-то, это свойство живой материи. Откуда ему взяться в ваших бездушных компуктерах? Ну, во-первых, у современной науки нет оснований считать, что это так. Также существует гипотетическая возможность... Снять копию с вашего мозга и воспроизвести его на кремнии, то есть на компьютере, с помощью нулей и единиц. Ну, буквально запустить симуляцию вашего мозга. И, скорее всего, мы с вами обладаем сознанием все-таки не потому, что наши нейроны сделаны из такого вот волшебного и незаменимого углерода, а потому что эти нейроны организованы в определенные сложные структуры и способны определенным образом принимать и передавать информацию. Поэтому, теоретически, сознание не зависит от материала носителя и может завестись и в кремниевом мозге, если последний сумеет выполнять ту же функцию, что его биологический прототип. А во-вторых, не забывайте, что сознанием с виртуальным аватаром может поделиться и вполне углеродный юзер, как это показано в «Матрице», где персонажи находятся в похожей на коллективный сон симуляции и доверчиво принимают ее за реальность. Так что, в принципе, подобные симуляции, даже населенные сознательными агентами вроде нас, технически реализуемы. Если вы согласны с этим утверждением, то все. Поздравляю. Птичка в клетке. Вернее, в симуляции. Дальше остается не так много вариантов развития событий. И вот мы с вами, добрые молодцы и красные девицы, уже стоим на развилке с тремя дорогами. Первая дорога. Почти любая цивилизация, рано или поздно, добравшись до определенного уровня технологического могущества, начинает как ни в себя клепать виртуальную симуляцию реальности. Я назвал ее «Мини-вселенной». Тупое название, простите. В том числе, ностальгические симуляции своих более ранних этапов развития. Ну, просто потому, что может себе позволить. Вторая дорога. Даже если цивилизации будут иметь техническую возможность создавать подобные симуляции, почему-то они этого не станут делать. Например, из-за этических соображений. Может статься так, что производство высокореалистичных виртуальных цивилизаций неразрывно сопряжено с порождением сознательных существ. Но вот нельзя просто взять и создать настолько разумных и способных к сложным взаимодействиям агентов, не наградив их проклятием сознания. В таком случае, запуск подобной симуляции неименуемо приведет к приумножению страданий во вселенной. Несчастные NPC осознают свою конечность и всю свою недолгую жизнь будут корчиться в страхе смерти. И от тоски еще чего доброго начнут пытать и убивать друг дружку. Поэтому постгуманистическая цивилизация, которая на пути к Олимпу успела стать светочем в вопросах морали и этики, не допустит такого безобразия. Другая причина возможна в том, что симуляции в жанре ретро просто не представляют никакого интереса, и наши славные потомки найдут более кайфовые способы развлечения. Например, скутеры. Межгалактические, конечно. И третье, самая печальная дорога. Никто никогда не доберется до постгуманизма. В судьбу любой цивилизации заведомо встроен так называемый Великий Фильтр. Некое открытие, которое дает великую силу и в придачу великую ответственность. И которым любая цивилизация раз за разом благополучно самоликвидируется. И мы уже не первые, кто ничего не подозревая, беззаботно идет по этой тропинке. Так что если все-таки не второй вариант, при котором чистоплю и будущего не станут марать свои белые перчатки о симуляции своих полудиких предков, то перед нами всего, так сказать, два стула. На первом стуле наша цивилизация благополучно достигает половозрелости и создает виртуальную симуляцию реальности, населенную сознательными существами. На втором стуле все очень плохо. Как любой уважающий себя недоросль, мы предпринимаем уйму попыток прекратить существование. И одна из них оказывается особенно удачной. Не знаю, как вы, а я пока хотел бы посидеть на первом стуле. И вот самое интересное. Утверждение, что любая, вернее, почти любая цивилизация, добравшись до определенного уровня технологического развития, начинает баловаться симуляциями, равняется утверждению, что мы с вами почти наверняка живем в симуляции. Почему? Да просто теория вероятностей. Значит, есть базовая вселенная, настоящая. В ней проживает цивилизация, которая научилась создавать симуляции. Если объемы энергии в ее распоряжении позволяют, она может запустить неограниченно много симуляций. В некоторых из этих симуляций цивилизации также доживают до постгуманизма и запускают свои симуляции с Блэк Джеком и что там еще полагается. Цивилизации-внучки тоже, не пальцем деланные, тоже выучиваются симулировать реальность и организуют свои карманные вселенные. В итоге мы получаем одну, единственную, оригинальную вселенную и гипотетически сколь угодно много виртуальных вселенных разной степени паршивости. Ведь очевидно, что чем глубже симуляция, тем меньше энергии ей достается, и тем упрощеннее и ограниченнее она. А теперь представьте, что вам завязали глаза и велели метнуть дротик в это генеалогическое древо. И вот главный вопрос. Что вероятнее, что вы попадете в единственную оригинальную вселенную или в одну из дохриллиона рукотворных реальностей? Поэтому, если такая картина действительно имеет место, то мы с вами почти наверняка живем в симуляции. Да еще как пить и дать не в самой качественной. Конечно, далеко не факт, что старина Бостром нигде не просчитался. Кстати говоря, контраргументы на аргумент Бострома я опубликовал в нашем телеграм-канале. Там же в телеграме будет выложена вся музыка из этого выпуска. А еще там много общения с подписчиками, психологии, философии и экзистенциального веса. В том дне, в котором я сейчас нахожусь, на том дне, ютуб в России как будто заблокирован. Поэтому подписывайтесь на телеграм, просто чтобы мы не потеряли с вами друг друга. Это наша с вами база. Ссылочку на телеграм-канал я оставил в описании к видео. Заглядывайте. Подписывайтесь. К тому же, почти наверняка живем в симуляции. Звучит как-то все-таки не очень уверенно. Не по-пацански. Мы хотим знать абсолютно точно. Мы живем в симуляции или нет? Наш мир реален? Или нереален? Глава третья, в которой все пугающе нормально. Где я? Все там же. Так что было дальше? А, точно. А вы что, не знаете? Знаю. Но мне интересно, как это все видите вы. Это были кошмарные дни. После первоначального буйства людей как будто парализовало. На следующий день никто не вышел на работу. Магазины, транспорт, фабрики, заводы. Все встало. Ноги запили, кто-то наложил на себя руки. Были другие ужасные трагедии, когда люди пытались, так сказать, нащупать границы реальности. А вот потом началось самое необычное. Нормализация. Все ждали какого-то продолжения. А не дождавшись, через недельку стали потихоньку приходить в себя. Первыми спохватились правительства. И выпустили предупреждение. Мол, дорогие граждане, обращаем ваше внимание. Предполагаемый факт виртуальной природы реальности не снимает с налогоплательщиков обязанность по уплате налогов в установленные законом сроки. Ну и банки тоже мягко напомнили о себе. Делать нечего. Будь это хоть трижды виртуальная симуляция, а жрать хочется довольно натурально. Да и долги по ипотеке никакой Линкольн за тебя не отдаст. И, кстати, про Линкольн. Ведь целый же культ возник. Особо инициативные и сердобольные граждане решили, что нашему Прометею Линкольн теперь по шапке от начальства прилетит. И они по воскресеньям стали выстраиваться в форме букв, чтобы сверху можно было прочитать «А Линкольн наш герой. Не троньте Линкольн». Курсы кучи и материализаторов мысли обрели второе дыхание. Теперь они под лозунгом «Сам программист своей реальности» учат, как правильно договариваться с коллегами Линкольна, чтобы тебе отрендрили красненький Феррари или «Грудь побольше». Горло что-то пересохло. Водичкой не угостите. Спасибо. И снова здравствуйте. Меня зовут, если вы вдруг забыли, Денис. Но это уже не просто Денис, это Денис из будущего. Мы с ребятами, девчатами уже сняли и смонтировали выпуск, который вы смотрите. И знаете, что-то я чертовски устал. Мне казалось, я научился делегировать. И в этот раз над выпуском работало 2697 человек. Я не понимаю, что я не так делаю. Но надеюсь, вам нравится то, что я делаю. Если да, то подпишитесь на канал. Это то, в чем моя душа испытывает потребность острее всего в вашей подписке и в проветривании кукухи морским воздухом. А вот жилье возле моря я уже, как вы видите, забронировал. Это было несложно. В приложении Суточный.ру, благодаря опции быстрое бронирование, это можно сделать буквально в несколько этапов. И, конечно, не только у моря. На Суточный.ру более 300 тысяч квартир, отелей, гостевых домов, как в крупных городах, так и в маленьких приморских поселках России и не только. Можно расслабиться, ведь все объявления проверены. Впрочем, как и отзывы. На Суточный.ру более 2 миллионов реальных отзывов. Моя хорошая девочка, молодец. Вот сейчас я забронирую квартиру и знаете что? Получу кэшбэк до 30% на следующее бронирование, который можно отсыпать другу, если он у вас, конечно, есть. А если нет, то дуйте путешествовать. Друзья, они тараканы, сами по себе не заведутся. И обратите внимание, что максимальный кэшбэк можно получить при бронировании в мобильном приложении Суточный.ру. И вот вам промокод ЧД, по которому вам при бронировании дополнительно прилетит тысяча бонусов. Бронируйте жилье в месяц Суточный.ру и чем черт не шутит, может быть мы с вами встретимся где-то возле моря. Ведь на небе только разговоров, что о море. О том, как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как почувствовали, что море впитало энергию светило в себя. И солнце было укрощено. И огонь уже догорал где-то в глубине. Спасибо. Так вот, про что это я? Про культы. А, да. Традиционные религии тоже не пострадали. А даже наоборот. Концепцию рая вон осовременили. Если будешь себя хорошо вести, то после смерти тебя выгрузят в реальный мир. Где ты встретишься и с создателем, и со всеми своими любимыми. Как это будет технически реализовано, конечно, не уточняется. А если у разрабов есть фишка присваивать собственные имена известным мировым фигурам, то, вероятно, где-то там возле одного офисного кулера пересекаются и Иисус, и Мухаммед, и Кришна. И технически все вместе являются создателями нашего мира. Да. Другой вопрос, существовал ли наш Линкольн и вообще вся предыдущая история. Совершенно безумная гипотеза прошлого четверга стала, как никогда реально. Глава четвертая, в которой крысики начинают что-то подозревать. Скорее всего, если мы в симуляции, то за ее пределами довольно скучно. Ну, на какой черт создавать скучную симуляцию? Симуляция должна быть гораздо интереснее базовой реальности. Одним из контраргументов против гипотезы симуляции является следующее возражение. Ну, камон. Кому интересно наблюдать, как я изо дня в день чищу зубки, смотрю в экран, разогреваю макарошки, чищу зубки, смотрю в экран. Мы живем в крайне скучном мире. Тут ничего не происходит. Во-первых, я не совсем понимаю, а что значит «ничего не происходит». В мире ничего не происходит? Вы что, черт возьми, с ума сошли? Где-то они умудрились увидеть скучный мир. Наверное, они хотели использовать другое слово на «с» – странный. Если даже не фокусироваться на эпохе 20-х с ее просто россыпью нескучного. А рассматривать в целом 21-й век или новейшее время, то тут тоже все настолько нетривиально обстоит, что аж появилась гипотеза шарнира истории. Ее поддерживают целый ряд современных философов и общественных деятелей, среди которых и Дерек Парфитт, и уже успевший полюбиться нам Ник Бостром. Гипотеза шарнира истории предполагает, что мы с вами живем в самое значимое время в истории человечества. Стоим на развилке, на которой можно свернуть как в рай, так и в ад. Почему? Беспрецедентные темпы технологического развития. Я не так стар, но я застал и пейджер, и айфон. И вот этого помощника, и этого. Дето на горизонте уже маячит сильный искусственный интеллект, с появлением которого история нашей цивилизации, а возможно и всей вселенной, разделится на до и после. Угроза невосполнимого ущерба нашей планете выкручена на максимум. Ну и к собственному самоуничтожению мы никогда не были так близки, как сегодня. Возможно, в том числе и благодаря пункту B. И это вы называете скучно. Я бы сказал, что это подозрительно не скучно. Во-вторых, хоть в нашей истории были периоды относительного затишья, скажем, 9 миллиардов лет неспешно плавающих в космосе облаков газа и пыли, но, сдается мне, пост люди не дураки. Понимают побольше нашего. И предусмотрели пробел, чтобы пропустить заставку. То есть, симуляцию можно было начать не с большого взрыва, а, например, с момента, когда на Земле уже развились первые одноклеточные. В комплекте с ними сразу шли все свидетельства достославной истории Вселенной, чтобы будущим ученым, в которых чуть позже вымахают эти одноклеточные, было чем себя занять. Или с 21 века, или вообще в столь нескучном 2020 году. А до 2020-го нашей реальности, возможно, и не существовало. Да, вы, несомненно, помните, что 2019, 2018 и даже благословенный 2007 год были в вашей жизни. Как будто бы вы и вправду их проживали. Но, понимаете, вы точно так же бы думали, если бы возникли на свет в 2020-м, или даже в прошлый четверг. Но сразу с готовыми нейронными цепочками, кодирующими воспоминания прошлого и в подготовленных декорациях. Это и называется гипотезой прошлого четверга. И как только в 2020-м году была запущена симуляция... Сразу же понеслась то одно, то другое, то третье. Невольно подумаешь, что все это эксперимент. Собственно, симуляции в нашем с вами мире именно с этой целью и запускаются. Чтобы смоделировать некую ситуацию и посмотреть, как она будет развиваться. А потом, на основе результатов симуляции, построить прогнозы для реального мира. SpaceX, Tesla... Мы постоянно создаем симуляции. Особенно для ракет. Нам, знаете ли, приходится запускать много симуляций, чтобы понять, что произойдет. Ведь невозможно по-настоящему испытать ракету, пока она не полетит в космос. И, возможно, кто-то делает все это с нами из благородного научного интереса. А мы с вами что-то вроде лабораторных крысок, которые обреченно двигаются из одной новой реальности в другую, еще более новую и более реальную. И любой звездец своими маленькими лапками перерабатывают. В мемы. Да, есть исследования, показывающие, что людям с сильной тревожностью мемы по теме, которые вызывают у них тревожность, кажутся смешнее, чем тем, у кого тревожность не диагностирована. А вот в этом исследовании обнаружили, что просмотр тематических мемов снижает уровень стресса, связанного с этой стрессогенной темой. Одним словом, по-видимому, мемы служат для нас не просто способом позалипать, но и механизмом совладания с тревогой и стрессом. Да, мемов настургали просто в промышленных масштабах. С наукой тоже все в порядке. Ну, какая, собственно, разница, крутится твоя реальность на процессоре или висит в пустоте посредине бытия? Ну, да, симуляция. Но это не означает же, что все тут произвольно и неуловимо, как в белой горячке. Нет. Просто раньше изучали закономерности реальности, а теперь закономерности виртуальности. И то, и другое разгадывать и систематизировать одинаково, интересно и полезно для повышения качества жизни. Пусть даже виртуальной. Да и многие загадки разрешились. Квантовая запутанность распуталась. Парадокс Ферми окончательно отпал. Раньше все гадали. Но неужели в такой большой вселенной кроме нас нет других разумных существ? А если есть, то чего они идут на контакт? Не рукопожатные мы, что ли? А теперь все понятно. Видимо, наша вселенная – это не громадный густонаселенный мегаполис, а крошечная камера одиночного заключения. И инопланетян наш комп, похоже, просто не тянет. Да и слава богу, только их еще, блядь, не хватало. Глава пятая. В которой любовь стирает границы. Так что? Может быть, мы тоже уже проглотим красную таблетку? Итак, ответ на наш вопрос – живем ли мы в Матрице? Похрен! Серьезно, если вы вздумали с кем-то горячо поспорить на тему симуляции – это все или нет, то вы выбрали самый никчемный способ потратить энергию. Потому что лично для вас это не имеет никакого значения. Как это не имеет? Это же тогда все получается не по-настоящему. Ну, давайте в качестве мысленного эксперимента на секундочку представим, что мы все-таки в Матрице. Что стало не настоящим? Ваша реальность? Ваши чувства? Если вы обниметесь раскаленным утюгом, вы больше не почувствуете боли? Ну, а с чего бы? Это же не настоящий утюг, а просто набор нулей и единиц. Чего вы драматизируете? Или вы теперь слабее любите своих родных? Ну, они же больше не настоящие люди, а просто голограмма, компьютерный код. Сомневаюсь. А знаете, почему ничего не изменится? Потому что вы тоже виртуальны. И все виртуальные события, которые с вами происходят, и другие виртуальные люди, которые вас окружают, относительно такого же виртуального вас тотально реальны. Также для Макс Пейна, летящая в него пуля, при всей ее очевидной безобидности для вас, смертельно опасна, потому что он с ней на одном уровне реальности, а вы с ней на разных. К тому же, понятие реальности, в смысле подлинности вашего опыта, относительно. И вот тут перед нами и возникает проблема реальности. Собственно, что значит реальность происходящего? Как понять, что ваш текущий опыт реален только через сопоставление? И более реальным из двух вы назовете тот опыт, который лично для вас имеет более серьезные длительные последствия. Ну, сравните ранения в компьютерной игре и в мире, который мы называем реальным. Последствия для вас наступают в обоих случаях, так что в какой-то степени и ранения в игре тоже реальны. Но во втором случае, последствия несоизмеримо длительнее и тяжелее, а значит и опыт более реален. Но без возможности сопоставить, понятие реальности лишено смысла, так же как понятие маленький. Ведь чтобы что-то назвать маленьким, надо, чтобы рядом было что-то большое, а чтобы что-то назвать менее реальным, надо, чтобы рядом было что-то более реальное. Во сне прямые последствия разворачивающихся в нем событий крайне недолговечны. Я проснусь и все закончится. Но при этом, находясь внутри сна, я не могу сказать, что мой опыт нереален. Потому что я не помню, как ложился спать. Что если бы ты не смог проснуться? Как бы ты узнал, что сон, а что действительность? Поэтому во сне вы можете переживать происходящее с вами как единственную несомненную действительность. Плакать, смеяться, кричать от боли, любить, обмирать от страха. И вы будете верить в реальность вашего мира до тех пор, пока не проснетесь или не осознаете, что вы во сне. Тем самым получив возможность сопоставить опыт сна с опытом Яви. И в этом сопоставлении мир Яви предстанет как более фундаментальная реальность. Как нечто с более длительными последствиями. Как нечто более реальное. Мы же, даже будучи в симуляции, ничего реальнее этой симуляции не знаем. Поэтому для нас наш мир будет самым реальным. Сейчас вы не располагаете опытом из более фундаментальных слоев мироздания, чтобы разувериться в реальности своей повседневной жизни. И с высоты этой новой точки отсчета узреть, насколько же пустячны все ваши нынешние невзгоды и переживания. И насколько иллюзорна и недостойна ваших терзаний Светка из 9-го Б. Так что даже если мы с вами живем в симуляции, все, что происходит с нами в этом мире, все равно происходит по-настоящему. И будь это хоть тысячу раз симуляция, или даже сон, слезы, которые текут по нашим щекам, когда мы теряем близких, или когда задыхаемся от смеха в компании лучшего друга, реальны настолько, насколько это вообще возможно. Реальность вашего мира измеряется силой вашей любви. И даже если вы однажды проснетесь и поймете, что эта жизнь вам приснилась, и все это лишь симуляция, неужели те счастливые, трогательные, иногда страшные моменты, которые у вас здесь были, перестанут для вас что-либо значить? Неужели вы будете меньше любить этих людей, которые все это время были рядом с вами, гладили вас по голове, целовали, болтали с вами до рассвета, пусть даже в итоге они оказались лишь продуктом вашего воображения? Независимо от того, из чего они сделаны, их влияние на вас не ограничивается рамками симуляции, а поэтому даже после пробуждения они все равно останутся для вас настоящими. то, чем вы очарованы и во что вы влюблены и становятся вашей реальностью. Да, реальность вашего мира измеряется силой вашей любви и страха. Глава шестая. Страшная. Кстати, как насчет короткого пробуждения? Туда, обратно. Приключения на 5 минут. Максим, 29 лет. Идет у всех на поводу, потому что боится разочаровать окружающих. Андрей, 21 год. Не может начать отношения из-за страха быть отвергнутым. Лиза, 31 год. Уже 10 лет терпит Николая, потому что боится остаться одна. Кристина, 46 лет. Никогда не проявляла инициативу, не высказывала свое мнение из-за страха показаться глупой. Чуть дальше там вы. Но так и быть. Не будем выставлять ваш страх на всеобщее обозрение. Тем более, про себя вы и так все знаете. Давайте лучше... выдохнем и представим, что мы с вами все-таки не в симуляции, а в оригинальной, самой первой вселенной. Как выразилась наша подписчица на Бусти, в живом мире. Можно ли в таком случае утверждать, что все, что с нами здесь происходит, абсолютно безупречно реально? Нет. Вот эти люди. Андрей, Максим, Кристина, Лиза. Они боятся чего-то реального? Им что-то угрожает? Нет. Страх быть отвергнутым или показаться глупым – пустышка. С одной стороны, физиологические реакции вполне реальны. Потеют ладошки, учащается сердцебиение, кровь отливает от кожных покровов. Как будто бы существует реальная опасность для жизни. Только на деле ее нет. Как в компьютерной игре или дурном сне. Вам может быть страшно до жутиков, но вашей жизни ничего не угрожает. Нет. Потому что это все не по-настоящему. Это виртуальность. Это симуляция. Если Андрей отвергнет девушку, да даже целое женское общежитие, его не разразит молния. Более того, скорее всего, после такого парада отказов от его страха не останется и следа. И через пару лет в отместку миру он откроет курсы пикапа. Ну или страх остаться одному. Вперед, валяйте, попробуйте остаться без друзей или партнера в нашем ужасно густонаселенном и оплетенном всевозможными коммуникационными технологиями мире. Вероятность, пусть и пренебрежимо малая, конечно, есть, но уж явно не такая, чтобы терпеть возле себя ненавистного Николая. Страх допустить ошибку, страх показаться глупым, страх не оправдать ожиданий, страх остаться одному. Это, пожалуй, прям-таки топ страхов, с которыми люди обращаются к психотерапевтам. И не за одним из этих страхов не стоит реальная угроза. И главная трагедия этих страхов как раз в том, что при всей своей виртуальности они становятся главной движущей силой вашей жизни. Вернее, главной сковывающей силой. И, возможно, именно из-за одного из этих страхов вы проживаете совершенно не ту жизнь, о которой когда-то мечтали. И убегая от своих кошмаров, человек так организовывает жизненные обстоятельства, что собственноручно выстраивает вокруг себя клетку, виртуальную, но от этого не менее крепкую. Голософобия. Страх публичных выступлений. Типичный виртуальный страх, который знаком всем. Я не могу пошелиться. Я, я, я боюсь. Для наших предков проблема облажаться перед коллективом и, правда, стояла достаточно остро. Сегодня тебя подняли на смех, завтра тебя уже выгнали из племени, а послезавтра тебя едят. Но в наше время это на сто процентов подвешенный в пустоте страх. Как страх не оправдать ожидания или остаться одному. Нет, само собой, неприятные последствия у провала на сцене могут быть, но они явно несоразмерны той паники, которая охватывает большинство людей. Паники настолько необузданной и парализующей, что можно подумать, будто бы на кону действительно их жизнь. Иногда, чтобы справиться со страхом публичного выступления, предлагается представить всех людей в аудитории голыми. Не знаю, насколько это эффективно, но вот что точно позволяет расслабиться и выдохнуть, это когда ты вспоминаешь, что через какие-то несколько десятков лет, примерно через 600 тысяч часов, никого из присутствующих уже гарантированно не будет в живых. Их мнение, то, каким ты предстанешь в их глазах, что они о тебе подумают, не имеет никакого значения. Назвать длительными последствия твоего провала просто язык не поворачивается. И даже не потому, что большинство наших страхов виртуальны, а потому, что, даже если мы с вами живем не в симуляции, а в заправдочной вселенной, мы сами на 100% виртуальны. Особенно, если мы живем в настоящей вселенной. Не в уютной симуляции песочницы, специально построенной под вас и ваших 8 миллиардов корешей с нарисованными на небе звездочками, но во вселенной, которая простирается в бесконечность и далее, а также не ограничена периодом человеческой истории, а началась куда раньше и намерена продолжаться долгие-долгие триллионы-триллионы лет, не замечая вашего отсутствия. Вот так в этой вселенной выглядит наша планета, если отдалиться от нее на какую-то жалкую одну триллионную процента от размера наблюдаемой вселенной, то есть, грубо говоря, никак. Чтобы вы понимали, если бы наблюдаемая вселенная была размером с Землю, то это расстояние, на которое мы отдалились, равнялось бы толщине человеческого волоса, только еще в тысячу раз меньше. И вот где-то там, на этой песчинке вы. В этих масштабах вы просто не существуете, но поверим на слово, что вы где-то там есть. Выступаете с докладом и страшно паникуете от того, что о вас подумают другие, слушающие вас в полуха, такие же бесконечно маленькие эфемерные, как вы, частички. Относительно этих виртуальных частиц вы себя, конечно, ощущаете невыносимо реальным, но лишь потому, что вы забыли подлинные масштабы происходящего, и все вокруг вам кажется ужасно большим и серьезным. Но даже если вы облажаетесь, жестко облажаетесь, вот здесь спустя лет десять вы уже забудете об этом дне. Ну или он приобретет то самое характерное ощущение нереальности, присущее знам и прошлому. Вроде было, а вроде нет. А вот здесь, чуть подальше, умрет последний человек, который вас помнил. Вы и все ваши переживания, ваши ужасно важные дела, то, в чем вы видите смысл своей жизни, реально какую-то ничтожную долю мгновения, все оставшиеся триллионы лет, это в лучшем случае просто мимолетный бессмысленный сон, привидевшийся задремавшей вечности. Фридрих Ницше в своем знаменитом мысленном эксперименте под названием Вечное Возвращение предлагал представить, что история Вселенной циклична, и нам предстоит проживать нашу жизнь бесконечное число раз. Такая вот жизнь сурка. Это, по задумке немецкого философа, должно помочь вам прочувствовать всю тяжесть ответственности за свои выборы и поступки. Ведь каждая ваша ошибка размножится в вечности подобно отражению в осколках разбитого зеркала. При таком раскладе ваша жизнь становится просто запредельно реальной, зашкаливающая, давящая реальность происходящего с бессрочно длящимися последствиями. А вот Милан Кундера, автор романа «Невыносимая легкость бытия», наоборот, писал, что каждый из нас живет всего один раз, а единожды все равно, что никогда. И поэтому ваши решения, ваши ошибки не имеют большого веса, а ваша жизнь полна легкости, невыносимой легкости. Так почувствуете же эту легкость. О чем бы вы сейчас не переживали? Серьезный разговор, переезд, экзамен, собеседование, первое свидание. Возможно, вас парализует ужас от мысли, что вы ошибетесь, не оправдаете ожиданий, облажаетесь. Возможно, так оно и будет. Но в реальности это не имеет никакого значения. Это нигде не учтется, нигде не засчитается, нигде не сохранится. Вы и все, чье мнение для вас так нестерпимо важно через несколько десятков оборотов планеты вокруг звезды. Упс, умрете. В конечном счете, все следы вашего присутствия здесь будут стерты прибоем времени. Но эти буквально несколько мгновений, пока вы были здесь, вы предпочли провести в страхе, как запуганная мышка-полевка прятались по углам и даже боялись сказать о том, чего хотите вы, как вы хотите провести это мгновение. Боялись выдохнуть, боялись поднять голову, будто бы это все и вправду, по-настоящему. И серьезно, будто бы это на самом деле какая-то ужасно серьезная реальность, которую вам влачить веки вечные, а не легкая, полная парадоксов, быстрая игра, запущенная непонятно кем, непонятно зачем, посреди ничего. И уж где-где, но здесь-то, в этой игре можно не бояться ошибиться, можно расслабиться наконец, быть живым, быть свободным, быть настоящим. И даже смерть. Финальный босс в мире страхов. Реально ли смерть? Глава седьмая, которая не конец. Как, на ваш взгляд, это событие в целом сказалось на вашем мире? В целом никак. Ну, не считая первоначального эффекта. На какое-то время даже остановились войны. Люди просто не понимали, какой смысл, за что воевать-то, за какие виртуальные блага. Все, как-то, понимаете, потеряло налет былой нестерпимой важности. Виртуальные территории, виртуальные диалоги, виртуальное величие. Потом, правда, все опять возобновилось, с новым азартом и огоньком. Люди стали привыкать к новой реальности, вернее, виртуальности. Тот страх, про который вы говорили в начале, еще возвращался? Практически нет. В последнее время совсем нет. Знаете, даже наоборот. Поясните. Ну, вот, иногда, когда лежишь ночью, глаза в потолок, повеет ветром из окна, всклыхнет штору, и мне приходит в голову мысль, что все это исчезнет, что я умру, и даже маленький Миша и тот однажды состарится и умрет. но потом вспоминаю, в каком мире мы живем и что здесь невозможно умереть. Чуть подробнее, пожалуйста. Понимаете, если в игре умирает персонаж, вес файла с игрой не становится меньше. Он не может никуда деться из игры, потому что он и есть эта игра. Ее неотъемлемая часть, ее проявление. Поэтому пока будет симуляция, буду и я. Здесь невозможно прекратить существование, куда-то пропасть, исчезнуть. Из этой вселенной невозможно никуда деться. И даже если симуляцию однажды отключат, я останусь. Останется процессор, на котором запущена симуляция. Да даже не в нем дело. Самое главное останется энергия, которое циркулирует по этому процессору. Останется то, что было мною, что воплощалось в меня. Эта таинственная движущая сила, творящая реальность, она останется, чтобы стать кем-то еще. И последний вопрос. Вы уже догадались кто я? Да. Баннер тоже часть эксперимента. Эксперимент есть эксперимент. Простите, я не могу не спросить. А что вы исследуете? Зачем вы нас создали? Ради чего вы насылаете на нас эти казни египетские? В чем смысл нашей жизни? Я понимаю, что это должно быть тайна, все дела, но я же все равно, наверное, забуду наш с вами разговор. Да нет, какая же это тайна? Я могу посмотреть? Да, валяйте. МИМАСА! 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 Субтитры создавал DimaTorzok